Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как помочь маме избавиться от депрессии? Ну, вообще говоря, депрессия является психиатрическим диагнозом, и чтобы помогать кому-то избавляться от депрессии, сначала, наверное, нужно этот самый диагноз, ну, в общем-то, обозначить, диагностировать и так далее. Например, если пока что никакого диагноза, например, нет, а то, о чем говорите вы, это ваши догадки, то мы не можем говорить о том, что у вашей мамы есть именно депрессия. Мы можем говорить о том, что у вашей мамы депрессивное состояние, вот, которая, кстати говоря, вполне вероятно ей выгодна по ряду причин, вот. Но, все же, чтобы, скажем так, ответить на вопрос о том, как помочь вашей маме выйти из депрессии, нужно сначала узнать, есть ли у него депрессия, вообще, вот. Это очень важный момент. Это, пожалуй, что, я бы сказал, наверное, даже ключевой момент в этой ситуации. В противном случае мы занимаемся, на мой взгляд, просто демагогией здесь. И, само собой, ничего хорошего из этого у нас не получится. Дальше. Хотелось бы услышать ваш совет. Пишите вы. Ну, что же, я должен вас немножечко разочаровать и сказать, что психологи советов не дают. Конкретно именно советами мы не занимаемся. Мы помогаем человеку разобраться в себе, да. Но вот советов мы не даем. То, о чем вы говорите, очень похоже на ваше чувство вины перед мамой. Помогать маме из чувства вины, на мой взгляд, не самая лучшая идея. Поэтому, быть может, перед тем, как помогать маме вашей, может быть, имело бы какой-то смысл, начало избавиться от чувства вины. Чтобы оно вас, например, не мучило, чтобы оно вас не отправляло. Вот, чтобы вы могли чувствовать себя, ну, плюс-минус, относительно, ровно. в своем, ну, в своем настроении, в своем состоянии, вот. Потому что, если, я повторюсь, вы будете пытаться помогать своей маме из чувства вины, то, на мой взгляд, ничего хорошего. Из этого у вас не получится. Вот. Это такой аспект. Очень важный. Кстати говоря. У моей мамы ампутировали две ноги, обе ноги, два года назад, к сожалению. После этого настроение и физическое состояние у нее было не очень. Жизнь, по сути, замкнулась на сериал. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. В данном случае речь идет, конечно, о праздне. Вот. В данном случае речь идет о... О чувстве неполноценности. Такой вот. Ну, когда вот ваша мама, да, как бы чувствует себя очень неполноценностью, по сути. А вот. Причем, если раньше она чувствовала себя боковой, и вы говорите, что у нее характер довольно сильный. Вот. То есть, если раньше вот было, значит... Ну, если раньше было ей на что опираться, вот, то сейчас, конечно, если она это как-то потеряла, да, то сама собой ей тяжело. Это... Нормально, это логично, это понятно, и так далее. Вот. То есть, нужно, 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 наверное, как-то понимать, что речь идет о травме. Вот. Нужно это... Понимать, и нужно это понимать, на мой взгляд, хорошо. Вот. Травмы нужно прожить. Если ваша мама этого не делает, то есть, не проживает свое состояние, а вы говорите, что же человек, она закрытый. Вот. То вряд ли вы, вряд ли вы ее измените от чувства вины, которые вы перед ней испытываете, не только, не только, не только за это. Кстати, кстати говоря. Вот. На мой взгляд, не добавляют... Эм... Чего-то, чего-то хорошего в вашу, ну, в вашу взаимодействие с ней. Вот. Напротив, мне кажется, что отношения таким образом только ухудшаются, а мама замечает, что вы ее жалеете, в общем-то, чувствует... Ну, вряд ли она чувствует себя хорошо. Вот. Потому что, ну, именно вот, конкретно, жалость, да, нравится далеко не всем, а переносится, переносится далеко не всеми, вот. И, в общем и целом, люди реагируют на это довольно-таки негативно. Чем человек сильнее в... кавычках, тем болезненнее он реагирует на... такое проявление заботы. Вот. К сожалению. Опять вот. Повторюсь. Дальше. Так, наверное, ей удается на время забыть, в каком она состоянии. Ну да, она не принимает свое состояние. Сейчас она начала говорить о смерти. Смерть и смерть, это... больше про агрессию, злость, которая не накапливается, которая нас держит. А болят ноги, то больше, то меньше она постоянно сидит на сильных обезболивающих и снотворных. Я не знаю, какие слова подобрать, чтобы помочь ей выйти из этих мыслей. Никаких... Здесь подобрать нельзя, потому что ваша мама находится в этом состоянии, так как ей в этом состоянии быть выгодно. И у нее нет мотивации для того, чтобы из этого состояния выходить. Она прекрасно видит, как вы на это реагируете, и она будет оставаться в этом состоянии до тех пор, пока вы будете на это реагировать так, как вы реагируете. Вот. Поэтому никаких... Никаких слов здесь подбирать вообще не... Не имеет смысла. Никаких... Никаких слов здесь подбирать не имеет смысла, потому что ваша мама, повторюсь, будет делать то, что она делает. Она будет делать так, как она делает, и она от этого, скорее всего, не откажется до тех пор, пока видит позитивное подкрепление своего поведения, а позитивное подкрепление она видит. Потому что вы к ней приезжаете и так далее. Вот. Прекрасно... Прекрасно понимаю и... Допускаю, что... Скорее всего, вы не согласитесь... со мной. Вот. Я допускаю, что, скорее всего, у вас... есть, ну... другая точка зрения на этот счёт. Вот. И... Я не буду с вами спорить. Не буду с вами спорить. Если у вас есть другая точка зрения на этот счёт, с вами спорить я не буду. Но работает это. 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 Человек решает, что вот в ее жизни, в ее жизни будет так, как будет. И я думаю, что с этим не особо что можно сделать. Видите ли, любовь к человеку проявляется не только в том, чтобы о нем заботиться, условно говоря, и, ну, что-то делать для него, для человека, я имею ввиду. А любовь к человеку проявляется в принятии. Понимаете, в принятии. Сейчас вы, на мой взгляд, демонстрируете то, что человека по сути не принимать. Ну, вы, вы буквально не принимаете свою маму, вы буквально не принимаете ее выбор. Да, я понимаю, почему. Я могу понять, точнее, я могу понять, почему вы не принимаете. Но, тем не менее, именно, именно факт того, что вы не принимаете свою маму, причиняет вам боль. Понимаете, именно этот факт вам причиняет боль. А не то, что она что-то делает или, или чего-то не делает. Естественно, у вас есть причины, по которым вы не можете принять маму. И первая причина, или одна из причин, если хотите, это чувство вины перед ней. Ну, более такое глобальное, более такое глобальное, что ли, чувство вины. Вот. И вы таким образом пытаетесь, на мой взгляд, его искупить. Чувство вины, я имею ввиду, свое. Мол, вот, я ей сейчас помогу, и все будет хорошо. Вот. А важно понимать, что вашей маме не выгодно, чтобы все было хорошо. Ваша мама хочет, сознательно или бессознательно, хочется оставаться в том положении, в каком она находится. Ее это устраивает. Понимаете? Не устраивает это. Только вас. Потому что вам плохо. Ну и у нее все в порядке. Дальше. Не особо рада, когда я приезжаю, если она молчит или сидит в компьютере, когда я там. Ну, блин, она закрывается. А зачем вы приезжаете? Никогда не жалуюсь на свое состояние, а постоянно знаю, как она себя чувствует. Ласка ей тоже не нужна говорить, что не понимает все эти наши внешности. В общем, в нашей семье так всегда было не особо. У нас принято было обниматься и разговаривать по душам. Ну, лично здесь я вижу то, что через такую ситуацию с мамой, да, через, как это сказать, через историю с мамой. Если вы, на мой взгляд, пытаетесь компенсировать то, вероятно, чего не получили в детстве. Как мне кажется. Я могу ошибаться. Я могу быть неправдым. Я не претендую на историю. Сейчас. Я просто говорю о том, как мне это видится. Я говорю о том, как мне кажется. Сейчас. С точки зрения того, что я вижу. С точки зрения того, как я это вижу. Дальше. Так. У нее сильный характер, но она, кажется, сдалась. Ну, это ваше предположение. Она одно время лелеяла мысль, что ноги могут вырастить, что может произойти чудо. Сейчас она оставила эти мысли. То есть смирилась не видеть смысла в будущем. Раньше сильно хотела внуков, но до сих пор их нет. Она уже не верит, что они будут смеяться надо мной, когда говорю, что я обязательно рожу, что у меня будут дети, а у нее внуки. Да и я не уверен, что в новых реалиях ее бы обрадовала мысль о том, чтобы стать бабочкой. Ну, здесь вы демонстрируете еще раз чувство вины перед мамой. Вот. Вы продолжаете его демонстрировать, продолжаете демонстрировать как-то, значит, ну, свое желание, да, ей угодить. Вот. А вы продолжаете демонстрировать желание быть для вашей мамы хорошей, вот. И вы продолжаете демонстрировать некоторую болезненность в этой ситуации, вот. А что у вас, так скажем, это не получается, вот. Да. Ну, то есть вот, то есть вот просто не получается быть хорошей для вашей мамы. Ну, по сути. Вот. Вы бы хотели, вы бы очень хотели, но не получается. Что бы вы ни делали, да, вот ваша мама, она как-то отвергает, да, она, ну, отрицает какие-то, ну, какие-то ваши попытки. Вот. Что-то сделать. И вы не знаете, как вам дальше, например, себя вести. Вот. То есть вы не знаете, что вам делать, чтобы ситуацию, ну, чтобы ситуацию изменить. Вот. Но делаете ли вы это для мамы? Пытаетесь ли вы все это сделать для мамы? Или, может быть, чихнее было бы сказать, что вы это делаете для себя? Вот. В этом нет ничего плохого, но если вы, скажем так, сами себе в этом признаетесь, вот, вам будет легче. То есть вы делаете это для того, чтобы решить свою проблему. Взяли себе щенка. Кто взял щенка? Непонятно. Вроде поначалу, но я радовался, сейчас от него радости нет. Ну, вот прям чувствовать, как вы хотите, чтобы я была баба. Отношения у нас с ней не очень. Мама считает меня неоправдавшей надёте дочерью. Внука не родила живую ни с тем мужчину и ничего не понимала в жизни. Дело здесь не в том, что мама чего-то не понимает или что она что-то думает. Ну, про вас. Вот. Дело не в этом. Дело в другом. Значит, дело в том, что вы не уверены в себе. И, общаясь с ней, хотите одобрение получить? Ну, просто, просто вот хотите, просто хотите получить одобрение от неё. Вот. Именно одобрение. Она это чувствует. Она чувствует, что вы хотите одобрение от неё. Вот. И её это, скажем так, несколько слит. Вот. Потому что это рождает. У неё. Такое чувство, что вы сами не справитесь в жизни. Вот. Неважно. Поймите правильно. Неважно. Сейчас. Правда это или нет? Неважно. Неважно сейчас. Насколько это верно. Важно то, что вы чувствуете свою неуверенность. В ней. В ней. Я имею ввиду. И именно это мешает вам выстроить с ней отношения. Ну, выстраивать с ней отношения. Выстраивать с ней отношения, мешает вам именно это. Вот. А не то, что она, там, чего-то не принимает, ну, вас, например. Вот. Я вряд ли открою Америку, если скажу, что многие родители этим отличаются, скажем так. Вот. Многие родители этим отличаются. И ничего. Общаются. Все потому, что уверенность есть. В этом все дело. Если уверенности нет в себе. Вот. Тем более, тем более перед вот, ну, такой достаточно авторитарной, получается, мамой, да. Например. Ну, вот. Если это уверенности нет, то, конечно, общение складываться у вас не будет. Это нормально. Вот. Это грустно. Конечно. Это больно. Конечно. Но. Это нормально. К сожалению. Дальше. Значит. Браво разговоров в теплого общения у нас нет, но и, соответственно, мое мнение она не особо воспринимает. Потому что, опять же, вы не уверены в себе. Поддержать ее не хочется. Для чего? С одной стороны, я понимаю, когда болит сильно, наверное, жить не хочется. С другой стороны, она знает взаимосвязь между мыслями, эмоциями, физическим состоянием. Чем больше она депрессирует и жалеет себя, тем больше будут болеть ноги. Это правда. Но, также, она знает о том, что рядом с ней, в этом смысле, есть Вэй. Вот. Она знает, что у нее есть Вэй. Она это знает. И, соответственно, пока она это знает, все будет оставаться вот так. Просто потому, что, а зачем что-то менять? Вот. Поэтому, я понимаю, ваше желание ее поддержать. Это хорошее желание. Но, мой вопрос заключается в том, а там ли вы говорите. То есть, мой вопрос заключается в том, действительно ли вы хотите ее поддержать? Или вы хотите решить некую свою проблему здесь? На мой взгляд, именно этому стоило бы уделить больше количества вашего внимания. Иными словами, что будет, когда вы ее поддержите? Что произойдет, когда вы ее, ну, когда вы ее поддержите? Вот. Вот. Вот что интересно. Это, на мой взгляд, очень важно. Вот. Хотите ли вы в этом разобраться? Дальше. Посоветуйте, как нам еще выйти из-за преступного состояния и научиться жить по-новому, найти новый смысл жизни. Это может сделать только она. Вы сейчас, к моему большому сожалению, просто играете в Спасителя. Вот. И я могу вас заверить, что ничего хорошего из этого не получится. Вот. Чем больше мама будет чувствовать ваше желание ей помочь, тем больше она будет, скорее всего, закрываться. Вот. Потому что у нее будет ощущение, что это все и жалость. Вот. А жалость она не принимает. Вот. Ну, как бы, тяжело в этом смысле ей принимать жалость. Вот. Ну, и, в принципе, ее можно здесь понять. Поэтому как раз таки демонстрация вашей собственной уверенности в себе, демонстрация ваших, может быть, приоритетов. было бы тем, что могло бы изменить восприятие вашей мамы. Вот. Порой, что с ней сейчас происходит. Вот. Это, да. Это, да. Это, возможно, действительно бы что-то изменило бы. Вот. Как-то так. Я думаю. Больше. А какие слова подобрать? Никаких. На чем акцент сделать? Ведь в таком состоянии человек может не даться, а чем-то заниматься. не даться. Я думаю, что, опять же, создать максимальные условия для того, чтобы ваша мама чувствовала себя свободно. Вот. Это то, что вы можете сделать. И работать с личными границами вашим собственным ощущениям. Вот. До тех пор, пока ваша мама будет чувствовать, что вы перед ней виноваты, вот, ваша помощь будет только способствовать, к сожалению, болезненности, негативу между другими, я имею в виду, и так далее. Нравится вам это или нет? Вот как-то, как-то, как-то так. Я мог бы вам ответить. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо.